Друзья, всем привет! Это Заметки на полях. Расскажу вам, как прошел сегодняшний день. Сегодня мой первый рабочий день в новой командировке и прошел он очень здорово. Сегодня мы вместе с волонтером Екатериной Скориковой ездили в девятую бригаду. Ребята стоят в стороне песок, работают. Сама Катя из Алчевска. В 2014 году она переживала все ужасы войны, все это перенесла и прожила. И сейчас, несмотря на то, что она живет в Москве, работает. Она регулярно приезжает на Донбасс. У них склады в Московской области, куда люди приносят гуманитарную помощь, и Катя уже на фурах. Все это перегоняет сюда, привозит помощь для гражданских и для военных. И когда вот на нее смотришь, так, первый раз, не зная ее, кажется, что какая-то такая модная девчонка и вообще не сказала бы, что она ездит на передний край. Хотя, как оказалось, это как раз и девчонка и ездит в самое вообще пекло ко всем военным, на все передовые позиции. Все лично в руки отдает. Вообще, я заметила, что в моем окружении именно почему-то девчонки такие, отпетые волонтерши. Вот у меня Ульяна Стриж, Даша Ланько, Катя Мезинова, жена Юры Мезинова, и все девчонки. И мы сегодня вместе с Катей ездили в девятую бригаду. У нее там служит дядя, но она в целом давно помогает этой бригаде. А мы с этими ребятами почему-то еще как-то не были знакомы. И вот сегодня ездили к медикам. Командир медвзвода женщина Наталья, такая боевая командирша, которая вообще сначала боевых действий на Донбассе, но она с 15-го года, тоже пришла добровольно. Катя работала в больнице, но говорит, не смогла я иначе, пошла вот сначала санитаром, а сейчас доросла до командира взвода. Причем выполняет такую, как бы, работу очень опасную, тяжелую, которую бы вывез, ну не вывез бы мужчина. Она бывала и приезжала на эвакуацию, именно вот непосредственно на передовые позиции, вытаскивала ребят. Вообще, на самом деле, я не представляю, каково военным медикам, особенно женщинам, переживать все это, потому что именно они вот именно на их медпункт привозят бойцов, раненых, и они видят их первыми. То есть все вот этот самый ужас, разорванные конечности, осколочные, пулевые, все вот у них на глазах, и они оказывают эту первую доброчебную помощь. И у них там есть буханка, на которой они ездили на эвакуацию, и вот недавно она попала под обстрел, буханка вся вообще в решито, слава богу, она только ехала на эвакуацию, не было еще врачей, не было еще, собственно, раненого, был только водитель, и он чудом остался жив. Поэтому вот транспорт очень важен на фронте, особенно медикам, учитывая, что за ними ведется всегда такая пристальная охота, и именно на группу эвакуации регулярно вот эти арт-налеты. Но я думаю, что у нас получится привезти им буханку новую, потому что там эта техника очень-очень нужна. Иногда используют моталыги, вот, но они такие шумные, громкие, а буханка тихая, везде проходимая, короче, очень-очень нужна, поэтому если у вас есть возможность, есть буханки, пишите мне, есть их куда пристроить. Вот когда мы поехали в сам медпункт, меня удивило количество женщин там работающих, аж 4 женщины, медика, все такие красивые, накрашенные, вот мы со всеми поговорили, их истории очень интересные, вы обязательно увидите их в нашем репортаже на Первом канале, в моем телеграм-канале Марьяна Батьковна, и вот там история, и причем все женщины практически с начала войны на Донбассе, то есть там 14-15 года, и у всех такие очень интересные истории, и вот больше всего мне понравилась история, ну что-то мы разговаривали с одной женщиной, медиком, она такая тоже при макияже накрашена, пообсуждали эту тему, вообще тему красоты на фронте женщин, макияжа, ноготочков, ну вы знаете, я люблю эту тему, потому что мне тоже постоянно говорят, вот Марьяна, ты там со своими волосами шелковистыми в окоп полезла, там с маникюром, ресницами и так далее, ну просто по-другому, здесь невозможно, как бы ты все равно остаешься за женщиной, несмотря в каких-то условиях, и вот мы с прекрасными дамами поговорили на этот счет, тоже обязательно услышите эти рассуждения, вот она рассказывает такую историю, что привезли бойца, тяжело ранен был, но при этом он знал, что медики-девчонки, его повезут именно к ним, и он по дороге нарвал каких-то цветов полевых, и прямо весь такой окровавленный передал этот букет медикам, они, конечно, там все вообще поплыли, вот, и, конечно, эта история очень такая душевная и теплая, как раз вот о женщинах на войне, вот. Потом мы поехали в, ну, в общем, к ребятам, они работают на БМП, пообщались с командиром, он тоже вообще с самого-самого начала, с 14 года, когда вот это все обмечение было, тоже поговорили про это, как это все тогда формировалось, за какие идеи вообще люди пошли воевать, потому что не все помнят, с чего это все началось, и почему вообще Донбасс восстал, против чего вот тоже пообщались с ним на этот счет, и познакомил с бойцами, которые работают на БМП, какие задачи они выполняют, и бойцы сами не местные, один с Ростова, вот тоже сначала спецоперации, пошел добровольцем, говорит, не могу, не могу иначе, тоже дома жена, дети, ну, сказал, что не хотелось бы, чтобы это все дошло до его дома, до его семьи, поэтому пошел, работает, несколько был раз ранен, все равно возвращается, по-другому не может. Вот, командир машинки Максим, ну, вообще сам родом из Донбасса, но семья живет в Крыму, и он там, я так понимаю, жил, ну, вот тоже не смог иначе, пришел, и очень так тепло говорил о том, что все это ради семьи, ради жены, ради детей, и вот главный вопрос встает вообще, как жить дальше, вот мы с медиками общались, и женщины мне сказали, что я, наверное, больше не вернусь на работу, потому что то, что вот они пережили, ну, я не знаю, как с этим можно жить на самом деле, понятно, что медики в целом видят ужас всяких там болезней и всего такого, но то, что ты видишь на фронте, с этим вообще сложно жить, они говорят, я больше никогда не вернусь к работе, буду дома сидеть, отдыхать, там, заниматься внуками и так далее, и вот этот Максим мне тоже говорит, что вернется к семье и продолжит спокойно жить, хотя, не знаю, вот меня тоже все спрашивают, что ты будешь делать, когда закончится война, конечно, будешь жить дальше, но как жить, тут уже вопрос другой, потому что все люди, которые здесь оказываются, которые здесь все это переживают, во всем этом варятся, немножко меняется сознание, мышление и все такое, и как-то даже иногда не представляешь свою жизнь на гражданке без всего этого, потому что все это откладывается у тебя в голове, но я думаю, мы с этим справимся, вот, так что хороший был сегодня день, и Катя классная, и бойцы, и девятые бригады, я уверена, что мы еще к ним заедем и расскажем о них вам, поэтому присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Марьяна Батикована, это мой единственный телеграм-канал, там будут все репортажи, фото, видео и все такое, вот, Всех люблю, целую, ваша Марьяна Наумова